Всех приветствую на моем канале. Меня зовут Евгений. Это Маркиз. В общем, с предыдущего видео, я оставлю ссылку в комментариях на него, я рассказал, как я подобрал котика на улице. Мы с ним прожили уже неделю. Зовут его Маркиз. В общем, с чем я столкнулся? Столкнулся с тем, что у Маркиза началась жуткая диарея. В общем, в лоток он, в принципе, начал сразу ходить, но до лотка не добегал. То есть, все вокруг лотка, все было в каках. В общем, плюс еще кот был неактивный, кушал плохо. Я решил сводить его к ветеринару. Думаю, все равно нам надо везти. Сходим с ним, посмотрим. В общем, пошли мы к ветеринару с ним. Ветеринар все посмотрел. Сказал, что у кота глисты, у кота блохи. Соответственно, взяли с него кучу анализов. И сказали, нужно колоть антибиотики. Антибиотики нужно было колоть 5 дней подряд в одно и то же время. В общем, хорошо, что я живу в коммуналке. Есть соседка, которая, да, Маркиза, которая тебя могла водить на эти антибиотики, когда я на работе. А так, в принципе, в принципе, вот 5 дней мы с ним отходили, откололи. В общем, кот сейчас стал вообще вот гиперактивный. Видите, на руках не усидит. И с 35-го раза мы снимаем это видео. Сколько радости, сколько счастья. Я весь поокусанный, весь поцарапанный. Так, все, прекращай, прекращай. Маркиз больно, ну хватит, пожалуйста. В общем, ребята, сколько я за это все заплатил? Значит, смотрите, первый прием стоил 2 500. Это входило прием плюс антибиотики плюс анализы. И последующие 4 приема стоили по 250 рублей. Маркиз, хулиган. Значит, итого общая сумма вышла 3 500. Дальше, для того, чтобы носить его к ветеринару, мне нужно было купить переноску. Переноска стоила 1500 рублей. И что еще? А, ну и врач сказала, что нужно купить специальный корм, для того, чтобы не было диареи. Плюс витамины, плюс, что еще? Витамины, плюс мекту я ему даю через шприц. В общем, еще потратил 3000 на это все дело. Итог, я потратил 8 000 рублей за неделю вот на это чудо, которому сейчас кусает и по ночам спать не дает, потому что носится. Вот такие дела, ребята. Что еще интересного рассказать про маркиз? Значит, маркиз первый день, когда мы ходили, нормально сходил в ветклинику. Второй день, когда понесла его соседка, но на последующие носила, потому что на работе был. Значит, он уже, подходя к клинике, начинал в клетке орать так, как будто его там, не знаю, несут резать. В общем, так ему не нравится ходить к ветеринару. Но, слава богу, все отходил, все нормально. В общем, такие дела. Так, что еще? Маркиз, что мне устроил? Видимо, обижается то, что я ухожу на работу. В одно утро, значит, я собираюсь на работу, собрал рюкзак, уже одеваюсь. Маркиз подходит, садится на рюкзак и на него сцит. Вот такие дела, ребята. Обосал мне рюкзак. Вот, вот такой хулиган. Что еще? Что еще про маркизу интересного рассказать? Ну, так бегает, носится активный кот. После того, как прокололи антибиотики, стал гиперактивный. Когда я его подобрал, ну, отнес первый раз в клинику, врач его взвесила, кот весил 900 грамм. Сейчас, в последний раз, когда уже ходили с ним на последнюю клювку, кот весит килограмм 200. Представляете, как? Кушает хорошо, активный, позитивный, в общем, спокойно мне посидеть не дает. Такие, такие, ребята, дела. В общем, про маркиза все рассказал. Маркиз, давай в камеру посмотрим. Давай покажем, какой ты фулиган. Давай, покажи, как ты меня кусаешь. Маркиз, видите? Ну, он не сильно кусает, конечно, но вот прям вот. Вот, 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 вот. А вот когда животик ему начинаешь чесать, вот ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты, все, он прям это. Рой, кот красивый, да? Мне нравится, что этот кот очень, он ласковый. Вот ты только сядешь, он сразу к тебе на руки, вот прям сидит, сидеть будет с тобой. Телевизор включаешь, он прям ушки вот так натопыривает. Слушает, что там рассказывает по телевизору. Спит он только с человеком, то есть со мной. Он прям приходит на кровать, все, ложится. Отвоевывает территорию, все, мы с ним вместе спим. Он не спит ни где-то отдельно, только на кровати, только с тобой. Еще может под одеяло лезть и голову высынуть. Такие, ребята, дела. В общем, да, Маркиз? Что еще вам сказать? Значит, ребята, сейчас пойду в этот МФЦ. У меня почему-то на госуслугах не отображается прививка от коронавируса. Сейчас на работе еще какая-то паника вот с этим коронавирусом, поэтому пойду схожу в МФЦ, посмотрю, что они там скажут. Все, 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 пускай, вот видите, он бегать хочет. Вот такие, ребята, дела. Все, видите, не удержать, не удержать. Хулигана, хулигана любимого. Я целую кота прямо у губы. Да? Хозяйочка моя. Как хорошенький. Ой, ребята, все, 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 ладно, пускай, пускай. Носись, носись. Давай, все, ребята, всем пока. Давай, пока, пока. Кусака. Все, все, ребята, пока. До встречи на моем канале. До встречи на моем канале.